Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Блондинка Жарит, и сегодня у меня доставочка из Якитории. Вот такой вот новогодний сет. Ну что, мои друзья, погнали кушать? Ну что, мои друзья, я целый день в разъездах, ужасно голодная, вообще только позавтракала сегодня. Один бутербродик съела просто с сливочным маслом. И очень голодная, ужасные пробки, 3 часа только что ехала до дома. Поэтому я сейчас все это буду кушать. Так, вот это, я так понимаю, для десерта. У меня очень интересный десерт. Клубникой пахнет, закрою, чтобы запах оставался. Я боюсь, что сушим я не наемся, поэтому у меня еще картошечка и стейк, потому что я могу сушим я реально не наестся. Я люблю мясо. Это чай, мать-чай, с мороженым даже, с мороженым. Но он очень холодный попозже. Холодный не хочу. Так, ингирь, соусы. А где же картофелю нету никакого томата? Очень жаль. Очень жаль, но ладно. Картофель 3. Давно я его не кушала. Он еще в майонезном соусе. Интересно, а для стейка палочки дали? Или все-таки вилочка с ножиком какая-нибудь? Не-а. Для стейка ничего не дали. Я его так откушу, вот такой вот стейк. Классный. Небольшой. Мягкий. Мясо. Я сейчас даже не переоделась, а в том, что на улице была, сразу пришла и снимать. Потому что очень хочется кушать. Я хотела там, куда я ездила, заснять. Но там кафе закрылось, какой я хотела обзор сделать. Ну, в смысле, оно не работает просто в связи с этими ковидами. Классное мясо. Я вот стейки плохо готовлю. Я всегда их пережариваю. Ну, я боюсь, что я их не нажаю. А там осталось вроде-нибудь мягковое. А вот мясо в горшочке, в духовке, в фольге. Это я хорошо. Там, потому что нельзя перешарить. Ну, что, так супер идти. Потому что хочется попковать их все. Ну, фри я очень... Ну, как, полгода, наверное, фри не ела. А вы часто фрик кушаете? Ну, вкусно и невозможно остановиться. Сейчас все съем. Зачем дали ложку? Я люблю десерта. Толфето-то, честно, мало. По одной толфеточке в такой упаковочке. Ну, что это? Даже палец вытереть. Мало. Так, я к тебе вернусь, мое мясо. Хочу суши. Друзья, мои палочками плохо ем, буду руками. Вот это, видимо, запеченные. Транировка что-то там интересная. Ммм, сутрой. Острое. Имбирь. Ммм. Классно. Еще надо вассаби открыть. Она такая, обычно, вассаби вегетрии плотная. А здесь какое-то мягенькое, как паста. Я хочу вам показать, что она находится в этой штуке. И сама посмотреть. Это на суше лежало. А, это креветка. Креветка. Ммм, как мило. Ммм. И еще какое-то. Просто нереальные пробки в Москве. Ездить невозможно. Если ехать далеко, то, хотя бы, по километрам-то недалеко. Что там километров-то? Ну, 50 километров. Ну, что это фигня, блин. За 40 минут нужно доехать. Нет, блин. Вкус хрена настоящего. Русского. С красителем. А, у меня есть же вассаби. Сейчас вам покажу. Вассаби настоящая. Ммм, очень острая. Заодно возьму соевый соус для себя без глютена. Не хочу глютеновый. Вот, мои друзья, сенсой. Премиум. Вассаби. Очень острый. Вот, посмотрите, он даже по цвету другой. Вот это вот сенсой. Прямо совершенно другой. Острый настоящий вассаби. А это вот, конечно, хрен. Ну, так и даже в составе. Хрен. И соевый соус у меня. Куда я его нанью? Нанью его в чашечку. Вот прям сюда. К моим друзьям. Что это такое? Вот это вот что? Тут положили вот такой лук. С углем. Ммм. Вкуснятина. Лук. Лук. Но это не острое. Классный сет. Так, это креветка. Это манго с манго, друзья мои. Это просто лучшее, что можно было сделать в суши с манго. Манго, креветка, как она называется, из яйца делается омлет такой японский, и он потом нарезается. И вот тоже здесь омлет, рис, рыбка уже подкопченная, или ее просто опалили. И игра летучая рыбка. Ммм. 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 видео и даже маска для лица и матча вообще классно там витамин к он для кожи все очень хорошо очищает вкуснятина может мороженое ванильный вкус дает прям лайк так я хочу съесть вот эту штук ну что друзья мне интересно только в москве такие пробки или еще где-то просто по три часа внутри часа ехать я как бы за навигатор убиваю три часа вижу ехать и мне страшно думаешь может не ехать может где-то отсидеться в кафешке где-то или что все очень крутой ну вот это зеленая сюда просто попала а так он самый простой но и лосось и рис дешевый простой на вкус чистый ну чистый смысле чувствуется рыбка хорошо приз друзья мои я вот покупаю суши а потом бывает не съедаю у меня был обзор всех сушь из какого-то магазина вкус вилла там другого магазина просто невозможно их съесть я заморозила и они замороженные когда просто замороженные выложите размораживать не вкусно их надо делать в яйце и обжаривать тогда получается новый вкус это я узнала у одной кореянки этот способ реанимировать роллы здесь лосося прям много классно вот эти где ты сливочный сыр лосось не хватает конечно васаби а смотри что я чуть-чуть взяла но она острая просто нереально вот для чего этот напиток хорошо снимает остроту вот я зеленый не пробовала такая красоте выглядит прям как новогодняя что-то не хватает чего не хватает какого-то вкуса я уже боюсь васаби брать невозможно острый так мои друзья я все уже попробовала здесь скажу что вот этим мне понравились больше всех вот это самый вкусный самый богатый вкус такой можно даже без всяких соусов его есть друзья мои у меня едут еще две доставочки я буду снимать видео по этим двум доставкам задерживаются к сожалению там будут пирожные моти много видов и я буду сама свои домашние готовить сравним что лучше мои или покупные разные корейские и японские будет бокс из корейских и японских сладости тоже коробка большая разные разные сладости ну просто жду доставочку потом сниму и будем смотреть с вами вместе я еще найдю эту чулю как-то по виду она мне не понравилась как это зеленая такая я подумала будет невкусно у меня чай матча горчит может я его сыплю много вкус вилловский покупаю сейчас вам покажу какой вот на втором месте по вкусноте мне вот эти понравились они а с манго почему потому что манго дает сладость я помню а я полюбила мясо со сладким и рыбас со сладким тизнею ну ананасы с мясом с рыбой манго я даже клубнику кладу бургер с клубникой или мязо с вареньем даже, да, ребят корейцы едят бургер котлета или ветчина у них спам сверху клубничное варенье я попробовала тоже сделала видео где-то на канале из первых это так вкусно это звучит невкусно я бы сама раньше никогда не подумала, что я буду это есть но я так делаю себе я даже любой джем кладу с колбасой но мне раньше нравилось просто колбаса салямевы, копченые очень люблю и со сладким чаем то есть это уже были предпосылки к моему такому вкусу спасибо корейцам за открытие, гастрономическое открытие вот это просто вообще вкуснятина просто вот нереально вкусно я даже не знала, не ожидала купила, чтобы проверить просто тоже помню на одном корейском канале девушка вот этот чай в кафе покупала она в Корее живет и мне так интересно стало думаю, надо попробовать ну что мои друзья кого я еще съем я наверное ну все-таки вот эту хочется съесть вот хочется ее съесть она так выглядит интересно и вот эта вот панировочка друзья мои мне в комментариях девушка дала вопрос верю ли я в жизнь после смерти как там наши души все продолжается или все заканчивается я сказала, что я отвечу в видео вот сейчас я отвечу друзья мои я вообще думаю, конечно что продолжается жизнь это какой-то переходный момент у нас здесь на земле я не знаю, что потом но что-то есть для чего души отправляются на землю возможно, вот не знаю может быть они там не испытывают эмоций не испытывают радости боли наслаждения гнева там, я не знаю, разных эмоций сюда они отправляются эти души в тела и уже испытывают эти эмоции возможно не знаю может быть это как наказание тюрьма сюда как в тюрьму ссылают людей в тело по сути, вот человек рождается в мучениях ну, когда ребенок выходит конечно, для него это новая обстановка выход из зоны комфорта и вот мучения потом опять прививка для ребенка что, горе? я помню себя как уколы прививки это как конец цвета а сейчас я думаю какая енда ну, грубо говоря это вот на тот момент это просто трагедия анализы сдать то, сё а здесь сколько детей пичкают этими прививками и всем потеря близких людей на протяжении жизни у каждого человека есть тоже страдания горе-горе есть и радости это какой-то вот как белая полоса черная полоса аттракцион эмоциональных перепадов возможно есть действительно какие-то мультивселенные параллельные миры вот не не исключено совершенно и там такие же люди как и мы но это не мы по сути-то там потому что я вот здесь допустим как если я туда допустим как-то перемещусь куда тот двойник денется мой двойник куда он денется или он сюда переместится или просто создаться новая какая-то вселенная опять множество вселенных вариантов да и я перемещаюсь в другую вселенную и раз здесь я остаюсь и там новое что-то создается возможно так я не знаю тут уже такой момент но поделюсь я с вами несколькими моментами из своей жизни вот в 2009 году у меня отец умирает и ну он снился снился мне так какие-то сны были такие страшные страшновастенькие и последний сон был когда он мне перестал сниться это я на кухне сижу на маминой квартире и с ним разговариваю и спрашиваю кто следующий он такой говорит сначала тетя Алла потом мама ну мы с тетей Аллой мы не общались и с родственниками там с какими там тоже вообще редко редко там проходит сколько 10 лет там не общаемся практически и когда умирает мама я узнаю что до этого буквально несколько месяцев умерла тетя Алла не знаю совпадение не совпадение я была на Кипре в это время проснулась в этот день и сразу звонок мне как-то вот я проснулась ни с того ни с сего и сразу мне звонят брат позвонил сказал то что мама умерла ну как-то состояние шока то есть все естественно я пошла вниз взяла дочку пошла вниз кушать покушала кое-что ну как-то там посидела внизу покушала возвращаюсь назад и у меня лежал планшет на полу и я легла на кровать а внизу планшет на полу и я слышу музыка заиграла на планшете сама включилась планшет был не совсем выключен а он в режиме ожидания был но музыки редакт вот этот вот проигрыватель не был включен заиграл заиграла именно эта песня которую я когда приходила к маме ее всегда включала первое дальше я взяла билет уехала в Москву из Кипра на похороны приехала я как были билеты или на второй день я приехала на 3-е хранить а да точно на 2-й приехал на 3-е хранить потому что потому что у меня были документы в квартире а ключи были в квартире у меня мне надо было документы ну, для захоронения. И я только-только вхожу в квартиру, включаю свет, и свет начинает мигать. Прям мигает, как будто включается, выключается, включается, мигает свет в квартире. Просто вот великлическая какая-то фигня. Это продолжалось весь вечер. Ну, я легли спать. На утро вот эти покрыны, все-то, все. И я в этот или на следующий день назад на Кипр уехала. Оставляла там вещи, карточки, все, кошелек даже забыла, планшет забыла. Там крема мои украли. Просто крема, которыми я пользовалась. Они, видимо, думали, что я с концами уехала. Карточки банковские не тронули, деньги тоже российские остались на местах. И что я дальше расскажу? Расскажу то, что мне вот ровно 40 дней снилось маму. 40 дней снилось. Каждый день, каждый день. В 40-й день она сказала, что больше не придет. И все. Это интересно. Ну, это необычно. Это, я считаю, все-таки она пыталась как-то взаимодействовать со мной. Что-то объяснять. Да, еще какое-то, не знаю, но это уже спам какой-то или что. Но я верила на тот момент, наверное, под впечатлением горя своего, я верила в это. А сейчас я уже думаю, наверное, это какой-то спам, а я уже, ну, напридумывала, может. Мне пришло письмо на почту, прям вот в этот, ну, вот в этот момент, в эти дни, первые дни после смерти мамы, на непонятном языке. То есть, из какой-то непонятной-непонятной, которого нет. И у меня клавиатура... И пришло оно с моей почты на мою почту. То есть, как будто я сама себе отправила письмо. Но я вообще была на Кипре и не пользовалась почтой. Получается, что я его пыталась расшабровать. Всякие переводчики, все. Это какой-то древний язык непонятный. Просто какие-то иероглифы непонятные. Похоже был на древний какой-то индийский язык. Ну, это что-то я пыталась там сначала найти, расшабровать, узнать. Но в итоге ничего не получилось. Я не знаю, письмо где-то... Почтой я тоже удалила. Не пользуюсь. А письмо у меня где-то, наверное, в распечатанном виде лежит. Если я его не выкинула, не знаю. Но я часто в квартире тоже там разбираюсь, выкидываю. Не люблю копить вещи. Просто вот вещи, все-все копится, копится с копами. Не могу. Мне свежо и дышать легко, когда нужны только вещи, которыми я пользуюсь у меня. Есть что-то. Не может быть. Просто тело, как роботы. И вот, допустим, клон. Клон будет с душой или без души? Я думаю, что с душой. Когда уже соединятся две составляющие, да, не буду биологические вот эти вот термины использовать. Я не знаю, как YouTube это воспринимает. Короче, они соединяются. Эмбрион получается. И туда все-таки душа входит в это создание. Вот. Не все просто так. И не просто так все на земле. Не просто так. Какая-то высшая сила наверняка есть. Возможно, это просто вселенский разум. Кто-то это богом называет. Кто-то энергии, там, я не знаю, интеракционное поле земли, там, и все что угодно. Но возможно, что вот наша вселенная, она настолько маленькая, и таких вселенных полно, и кто-то просто создает. Не хотелось бы, конечно, думать, что это создают там, как дети у нас, ферма муравьев, там, а дети играются. Нет. Все-таки, наверное, это что-то более глубокое, более, ну, более значимое. И вот сейчас у нас есть такие моменты, где 3D-очки одеваешь, и игра прям как в реальности. Да, да, вот я сама в 3D-очках, в игровых комнатах разные аттракционы в 3D, там, все пробовала, делала, играла. И это, правда, страшно. И это, правда, как будто я нахожусь там. Не в реальном мире, а в 3D-мире. И со стороны меня люди видят здесь, а я, зим, делаю какие-то действия непонятные. Возможно, что вообще наше сознание, а это все иллюзия, а наше сознание где-то там в баночке сидит, или, ну, душа где-то сидит, а мы вот в этом теле как будто ощущаем, не ощущаем. Еще вот эффект наблюдателя есть такая теория, то, что ничего нет, пока мы на это не смотрим. Не знаю. Я, конечно, не сторонник этого эффекта. Даже не знаю. Мне кажется, все-таки более по-другому все. Мое мнение, что души в тела вселяются, и все есть. Все есть атом. Ну, это другой момент, как мы видим. Просто у нас зрение, глаз человеческий не идеален, и не все видит. Мы не видим красные излучения, там, рентгеновские лучи мы не видим. Там, животные какие-то видят это. И космос, на самом деле, цветной. Вот даже космос, посмотрите, он цветной. А мы видим, что мы видим, точечки белые, звездочки планеты, и все черное. А на самом деле там инфракрасные, всякие лучи, всякая вот эта вот, я не знаю, какие-то лучи там, много всего. Очень интересно. На эту тему можно бесконечно говорить. Я очень увлекаюсь вот этой вот космосом. Я очень увлекаюсь душами нашей жизнью. Для чего мы вообще сюда пришли. И все с детства. Мне это очень нравится. Все вот это считать, смотреть, обсуждать. Да, вы тоже говорите. И делитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете на эту тему. Тоже подчеркну себе информацию, если вы мне напишите что-то из своего опыта. Так, мои дорогие. А теперь я приступлю к десерту. Я с разговорами, у меня, видимо, пища уже переварилась. Я наелась немножечко. Здесь у меня десерт Павлова. Это крем, сыр маскарпона, молоко сгущенные, сливки растительные, белково-воздушный, полуфабрикат, яйцо, белок и сахар, клубника, сливки, голубика и соусы. Два соуса. Посмотрите, как это выглядит. Это красота. А запах клубники. Ну, вкусная клубника здесь, я уверена. Ну, вкусно пахнущая точно. Вкуснётина. Так, вот для этого у меня ложка. Друзья мои, тут вот этот крем с черничкой. И не переслащен, кстати, что меня очень радует. Не люблю очень сладкое прям. Клубника сладкая. Вкусно сладкая. Так и хочется взять... Ну, мяту я убью, а вот так хочется взять с кремом клубнику. И вот это безе. Как они так пекут безе? Вот такие безе испекли, толстенькие. У меня они, получается, толенькие. Маленькие. Тут такое, это печи, наверное, профессиональные. Плотное такое безе. Я люблю сладенькое. Хотя у меня в генетике, ну, сдавал генетические анализы, паспорт генетический. Там показывается про еду, что можно еще не забрать, как я в еде. И... У меня там нет тяги к сладкому. А вот у дочери у моей есть. Ну, я люблю сладкое. Очень люблю сникерс. Арахис с карамелью. Жареная арахис с карамелью. Это вот моя слабость. И еще туда шоколада. Ну, прям сниверс. Ну, там пшеничный сироп. Глютен. Надо искать безглютеновые сникерса. Тогда я буду их есть. Сегодня хотела купить сникерсы. Когда уезжала по делам, там, короче, вендинговые автоматы, хорошие такие, дорогие, хорошие, классные все есть. Я хотела в кофе себе взять и сникерс. Начинаю вбивать, а он заглючил, и так и не получилось. Вот меня оберегла высшая сила от поедания глютена. Можно так сказать. Вообще, если что-то там куда-то опаздываете, или куда-то там на поезд, или еще куда-то, или что, значит, не надо. Значит, не надо. Значит, что-то оберегло. Я так считаю. Ну, клубничка вкусная. Ну, вот это хороший десерт. Он, я так думаю, и не очень-то и калорийный. Тут написано. Другя мои, тут не написано. Тут уже рублемода. Но здесь есть еще вот такие вот сиропы. Я хочу тоже их попробовать. Это сироп клубничный. Клубничный. Так мало. А запах клубники, ну, мне кажется, он даже натуральный без ароматизаторов. Пахнет настоящей клубникой. Ну, да, без ароматизаторов, потому что он по вкусу не так явно выражен. А вот это соус баблгам. Соус баблгам. Он такой синий. Боюсь, таких расцветок есть. Ну, попробуем. Ой, а запах... Блин, у меня такая же баблгам была, а обывайка для машины, для стекла. Прямо один в один запах. Не любитель я химических вкусов. Вот я лучше клубничный. Вкусно. Но они сладкие. Я сюда их не добавила. Не люблю пересладченные, как я уже говорила. А сюда, видимо, надо добавлять, поэтому и сделала не очень сладкий десерт. Ну, очень вкусненький, прям вообще. Сейчас 9 вечера. Нельзя, наверное, на ночь углеводов столько есть. Как мне диетолог показала моя любимая. Диетолог у меня какой-то огонь. Женщина прям классная. Вот по ней посмотришь на нее, на фигуру, на лицо, на все. Сразу видно, вот ухоженная, диетолог знает свою работу. Вот прям вот сама своим примером показывает. вкуснятина. Прям остановиться тяжело. Вот этот крем мне нравится с маскарпоне. Я такой же хочу сделать дома. Я думала, что же я буду делать, какой десерт на Новый год детям хочу сделать. Вот этот маскарпоне, я поняла, это будет идеально. вкуснятина. Они же на диете. На диете. И жирного, ну сладкого можно, а вот жирного нельзя. И там естественно безглютеновое будет. А вот сыр маскарпоне они очень жирные. Я думаю, можно миндальные коржи и сверху слоями как-нибудь украсить. вкуснятина. Обожаю. Друзья мои, ну я наелась. Я честно наелась. И мясо вкусное. Стейки только покупать надо. Ну это мне, это я себе говорю. Стейки только мне надо покупать. я их готовить не могу. Я буду пережаривать. Я буду из них делать жесткое ужасное мясо. Не-не-не, это не мое. А вот стейки из арбуза я готовила из трех видов арбуза. Из оранжевого, красного и желтого. И из дыни напоследок сделала. Потому что дыня лежала. Не могла не попробовать. Я бы себе не простила, если бы не попробовала. У меня там их кушаю, пробую, жарю. Один тоже из первых видосиков. Мне нравится. Про арбузы хорошие. Друзья мои, это очень вкусно. Мачо с мороженым прям идеально. Я буду пробовать делать дома. Такой же вкус. Надо его запомнить и насладиться, чтобы потом сравнивать с своим приготовлением. Потому что именно из гекитории лайки. Мои дорогие, если вам нравится формат такого видео, вы на меня подписывайтесь обязательно, ставьте мне лайки, комментируйте, пишите комментарии, пишите о чем снимать, хочу ваши идеи. Вот думала космическую еду снять, но подумала то, что тюбики вот эти космические это же просто как пюре, все пюре будут считать. Даже вы не увидите, что одно пюре на видео будет. Если интересно, я засниму. Но пишите еще какие-то идеи, мне очень интересно, я буду стараться и снимать для вас. Я с вами прощаюсь, мои дорогие. Пока-пока-пока-пока.